В нашем центре читается очень большое количество курсов, в том числе по программам семейства 1С. И естественно у нас есть курсы для расчетчиков, для кадровиков. Ну и мы пришли к выводу, что необходимо сделать такой небольшой отдельный курс, посвященный настройкам отчетов. Настройкам отчетов в редакции 3.0, то есть вот с 9 ноября в нашем центре как раз и запускается новый курс, новый курс, который называется «Работать с отчетами в программе зарплаты управления персоналом». Собственно я представлюсь, я автор курса, я преподаватель 1С в центре компьютерного обучения. И в том числе имею статус преподавателя ЦСО по зарплате управления персоналом, именно третья редакция. Цель курса, который мы собственно запускаем, это изучение возможностей настройки и создания собственных вариантов отчета. То бишь фактически у нас с вами получается какая постановка вопроса. Ну все мы потихонечку с вами переходим на редакцию 3.0. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. В общем-то здесь очень многое, особенно с точки зрения кадрового учета, в документообороте добавлено того, что мы очень давно просили у разработчиков, то есть в частности третья редакция умеет делать дополнительные соглашения к трудовому договору. Третья редакция умеет делать, скажем, те же документы по, точнее, приказу о работе в праздничные дни. Она умеет делать то, что не умела делать с редакцией 2.5. Но с другой стороны, с другой стороны возникает вопрос отчетов. Что касается отчетов в программе, в программе зарплаты управления персоналом, третья редакция. Отчеты сгруппированы в первую очередь по разделам. То есть в частности, если мы заглянем с вами в раздел «Главное», то во втором столбце, посмотрите, там есть отдельно кадровые отчеты, есть отдельно отчеты по зарплате, по выплатам. То есть в разделе «Главное» сгруппированы основные варианты отчетов. Кроме того, у нас с вами для каждого раздела, то есть если я зайду в кадры, там есть кадровые отчеты. Если я зайду в раздел «Зарплата», есть отчеты по зарплате. И, в общем-то, естественно, когда речь идет о типовой конфигурации, то какие-то моменты нас с вами не устроят. Ну вот, в частности, те же кадровые отчеты, которые предусмотрены заранее разработчикам. И если мы с вами посмотрим на типовой список кадровых отчетов, ну такая вот конкретно стандартная головная боль. У нас с вами есть табель учета рабочего времени, унифицированная форма Т-13. А в кадровых отчетах по умолчанию его не предусмотрено. То есть получается, с одной стороны, если у меня полные права, я могу великолепно бегать в раздел «Зарплата», в отчеты по зарплате. Потому что по умолчанию в типовой конфигурации табель находится именно там. Ну как-то симпатично, но не очень. А тогда возник резонный вопрос, а если я как пользователь ограничена в правах, у меня, например, роль кадровик, я вообще тогда не буду видеть раздел «Зарплата». Ведь в программе правами регулируется в том числе доступ сотрудника к тому или иному разделу. И что же получается? Я тогда как кадровик табель, отчет табель учета рабочего времени по форме Т-13 не могу сформировать. Поэтому, в общем-то, вот на нашем курсе первое, что будет рассматриваться, это, конечно, вот стандартно курс уточню, построен от простого к сложному. Но первое, что будет рассматриваться, это, конечно же, типовые настройки, которые мы с вами можем делать по отчетам. В частности, неважно, что вынесено разработчикам, мы можем с вами вносить любые изменения. Например, каким образом? В отчетах внизу есть ссылочка «Все отчеты». Открывается список всех отчетов программы. При этом слева посмотрите разделы, то есть можно выделить раздел или подраздел и увидеть нужный отчет. А если мы в левой панели выделим все разделы, то увидим абсолютно все. Ну, так вот, если я выберу табель учета рабочего времени и нажму кнопку «Изменить», то мне программа даст возможность определить, а в каком еще дополнительно разделе я хочу разместить этот отчет. Я, например, хочу его разместить в кадрах. То есть ставится флажок, либо вот можно название раздела, тогда попадет в кадры, но непосредственно программа определит сама, где он будет находиться. Или я могу сказать, что, например, мне нужно штатное расписание под раздел. Ну и, собственно, остается только записать, закрыть. Если теперь мы с вами заглянем в раздел «Кадры», «Кадровые отчеты», то уже вот в подразделе «Штатное расписание», посмотрите, появился табель учета рабочего времени. Ага. Нет, ну вообще на самом деле, смотрите, вот в кадровых отчетах, в зарплате, если заходим в отчеты по зарплате, левый нижний угол всегда есть ссылка «Все отчеты». Ага. И просто любой отчет выделяем, нажимаем кнопку «Изменить». Кстати, то же самое можно делать через правую клавишу мышки. Вот, кнопку «Изменить» и определяем, в каком разделе будет размещаться тот или иной отчет. Кнопка «Изменить», кстати, вот она чем хороша. Можно определить, отчет этот будет доступен только для автора или по всем пользователям. Да, и можем так, можем так. Кроме того, кроме того, вот что еще нам с вами позволяет делать программа? Что еще нам с вами позволяет делать программа? Если вы посмотрите во всех разделах, во всех разделах, у нас с вами и в кадровых отчетах, и в отчетах по зарплате, и в отчетах по выплатам присутствует, в частности, такая вещь, как кнопка «Настройка». «Настройка», кнопка «Настройка», она располагается в правом верхнем углу. Что она нам дает? Она, опять же, дает возможность в первую очередь немножечко поднастроить внешний вид окна отчетов. Ну, по умолчанию, для удобства пользователя, к каждому отчету выводится краткое описание. Ну, не всегда удобная вещь, а все-таки место – это больной вопрос в программах трешечного семейства, поэтому можно, видите, галку сбросить описание отчетов, тогда мы будем идти дело с самым обычным списком. Может быть, не так красиво, зато компактно. Да, ну, включить-выключить, опять же, можно в любой момент. Опять же, есть какие-то отчеты, которыми мы с вами пользуемся регулярно, и в окне отчетов есть так называемый быстрый доступ. И если каким-то отчетом я пользуюсь постоянно, ну, кому как, а мне, например, вот неудобно будет, смотрите, я сказала, что табель мне нужно разместить в подгруппе «Штатное расписание», то есть получается, каждый раз, когда мне надо сформировать табель, я буду идти в раздел «Кадры», «Кадровые отчеты», дальше искать табель учета, ну, как-то не есть, хорошо. Значит, что я могу сделать? Я могу под себя поднастроить, но при этом кнопка «Настройка» должна быть включена обязательно. Вот, и теперь, если я нажму на любое название, название любого отчета правой клавиши мышки, то будет активно команда «Переместить в быстрый доступ». Есть такое дело? Угу. И обратите внимание, все, что в быстрый доступ, вот оно. Вот, например, мне часто нужен отчет личной данной сотрудники. Я его точно так же могу переместить в быстрый доступ. Теперь, если даже отключить кнопку «Настройка», вот эти отчеты будут отражаться в верхней части. То есть уже в следующий раз мне не понадобится, заглянув в кадровые отчеты, долго рыться, находить нужный отчет в списке. Вот они, вот те отчеты, которыми мы пользуемся часто. Очень удобно то, что можно их переместить в быстрый доступ, и, в общем-то, уже будет жить гораздо комфортнее, гораздо комфортнее, чем мы начинали работать. Ну, если говорить об отчетах, вот то, что мы сейчас с вами посмотрели, это самое простейшее, что можно сделать в отчете. А если мы поподробнее поговорим, ну, о структуре отчетов, о том, что вообще нам с вами программа дает, какие возможности дает получить в отчет. Ну, вот тот же отчет, ну, я его действительно очень люблю, «Личные данные сотрудников». Отчет «Личные данные сотрудников». Если я его сейчас сформирую, вот у меня в учебной базе естинное количество людей, и, как видите, отчет выглядит следующим образом. Мне программа сейчас показывает фамилии сотрудников, сведения по ИНН и СНИЛС, их дата рождения, адреса проживания. Ну, как видите, вот, например, есть столбик юбилей, ну, юбиляр у меня там совершенно, как бы, вот один только присутствует. Это некто Плюшкин Степан Михайлович. И не очень-то вот этот отчет для меня будет удобен. Первое, что нам с вами нужно знать, и давайте просто сравним аналогичный отчет с отчетом в редакции 2.5. Вот в редакции 2.5 у нас есть отчет, который называется «Списки сотрудников организации». Вы наверняка все с ним работаете, и у нас в этом отчете вверху есть панель вариантов, которая нам дает возможность в частности выбрать определенный вариант. Хочу с паспортными данными, выбираю вариант «Паспортные данные». Хочу, например, со стажами, выбираю вариант «Стаж работы». И плюс делаю свои варианты. Если мы с вами будем сравнивать отчет в редакции 3.0, здесь он называется «Личные данные сотрудников», но смысл тот же самый. Да, структура, вот внешний вид отчета, конечно же, иной. И в частности у нас нет отдельно взятой панели вариантов, но если для одного отчета предусмотрено несколько вариантов, то надо заглянуть по кнопке «Варианты отчета». Как видите, вот те варианты, которые предусмотрены разработчиком. Например, есть вариант «Штатные сотрудники». Мы можем с вами его сформировать и увидим уже данные в другом разрезе. То есть программа вводит сведения по сотрудникам, по должностям, по графикам работы, указан для испытательный срок. Да, панель вариантов, она присутствует только немножечко в другом внешнем виде. Ну, я все-таки верну личные данные сотрудникам. То бишь, здесь полная аналогия с редакцией 2.5 просто, но интерфейс у нас с вами другой и, соответственно, другая постановка вопросов. В редакции 2.5, вот опять же, если мы вернемся к сравнению, у нас получалась ситуация какая? Выбрали вариант, сформировали. Но если вдруг понадобится, есть панель настроек с типовыми отборами, с предопределенными, то, что было заранее определено разработчиком. В редакции 3.0, если проводить аналогию, у нас с вами в панели инструментов есть кнопка настройки. И по кнопке настройки мы видим как раз типовые отборы, предусмотренные разработчиком. Например, вот если я хочу, я могу из типовых отборов сказать, что меня интересует должность повар. И если я теперь сформироваю отчет, то, естественно, она мне покажет, если есть сотрудников, занимающих должность повар в частности. Вот у меня их такое приличненькое количество. При этом не всегда хватит вот этих вот настроек. Повторяю, если проводить аналогию с редакцией 2.5, то это вот панель настроек чистой воды. Посмотрите, можно задать, вот, например, в редакции 2.5 в отчете списки сотрудников. Отбор по подразделению, по должности по сотруднику. И здесь, здесь, в редакции 3.0 у нас с вами аналогичная постановка вопроса. Я могу вот задать отбор по подразделению, по должности по сотруднику. Но когда речь идет о редакции 2.5, редакции 2.5, у нас с вами есть же возможность использовать расширенные настройки. А в редакции 3.0 даже для отборов предусмотрено два вида. Смотрите, есть вид простой, есть вид расширенный. Поскольку разработчикам, разработчикам, как видите, предусмотрены дополнительные варианты. Я могу даже вот на тех самых типовых отборах, которые введены заранее на фирме 1С, уже все-таки, все-таки задать, выбрать точнее условия отбора. Вспомните, в редакции 2.5 у нас с вами тоже есть возможность задавать условия отбора. Да есть, есть. Только для этого, для этого придется ни много ни мало в редакции 2.5 отправиться непосредственно в настройку вариантов отчета, сказать, что нужна настройка структуры, заглянуть на закладку отбор. И уже там я смогу выбрать какой-то параметр отбора, добавить его, добавить какой-то вариант сравнения. Или вот как в трешке теперь условия. А здесь, как видите, для предопределенных видов отбора я могу просто внести изменения. Например, я хочу, чтобы сотрудник был не в списке, а строго конкретного сотрудника можно было значение указывать. А для этого я могу сказать, что условие равно. Но здесь же я как раз могу добавить новый отбор. Новый отбор. Например, я еще хочу отбор. Я хочу еще отбор. В частности, по виду образования. По виду образования. Ради бога. Я могу добавить такой отбор. Я могу добавить отбор. Но в нашем конкретном случае, скажем, когда речь идет об отборах, не только по виду образования, по квалификации, по профессии. Здесь что нужно иметь в виду? Вот мы все равно ограничены разработчиком. Вот поля, поля, которые мы с вами можем использовать, естественно, они определены заранее разработчиком. И если вы посмотрите, вот в расширенных настройках есть отдельная закладочка поля и сортировки. Вот она сейчас показывает, что у меня сортировка по умолчанию стоит по физлицу, по возрастанию. Есть закладочка оформления внешнего вида отчета. Есть закладка структуры. Но вот этот вариант, соответственно, нам с вами дает возможность подкорректировать отчет, но в весьма-весьма минимальном объеме, я бы сказала. То есть да, конечно, ну подумаешь, там я какой-то отбор добавила. Ну и что? Ну подумаешь, я изменила условия. Но зачастую нам с вами этого будет недостаточно. Тогда что мы еще можем сделать? Вот аналогичная функция у нас с вами была и, собственно, пока еще есть в редакции 2.5. Это когда мы просто через настройку вариантов отчета создавали какой-то свой вариант. Все то же самое можно сделать в редакции 3.0, но для этого нужно не кнопку настройки нажимать, а нажать кнопку «Еще». Нажали? «Еще» в отчете. Далее нам нужна группа команд «Прочие» изменить вариант отчета. Нашли? Да, просто присутствует эта возможность, она спрятана. Здесь, кстати, обратите внимание, еще можно стандартные настройки, если что, выбрать. Но нам интересен вариант изменить, вариант расчета. Открыли? Да. Вот, собственно, чем мы с вами можем заниматься, когда речь идет об отчете. Да, если проводить аналогию, похожий вариант был в редакции 2.5. Это когда открывалось окошко настройки структуры и в нижней части настройки ставилась галочка «Расширенная настройка». Да, некая аналогия. Вот мы с вами можем что сделать? Мы можем с вами подкорректировать существующий отчет, и мы можем добавить с вами какие-то поля, элементы. Обратите внимание, кстати, вот если вы в окне изменения варианта нажмете кнопку «Добавить», вы увидите, какие варианты предусмотрены. То есть, в частности, я могу добавить новую таблицу, новую диаграмму, новый вложенный отчет. Для отчета, вот в верхней части, вот очень важно, у нас отражается структура. И вот если я выделю отчет, справа есть пиктограммки, которые дают возможность быстро переходить по закладкам. То бишь, я могу поступить каким образом? Выделяю нужную часть структуры и буду перемещаться по закладкам ручками. Либо в нижней панели, либо я буду что делать? Я выделяю нужную часть структуры и по этим закладкам перемещаюсь, перемещаюсь, просто щелкнув по соответствующей пиктограммке. Как видите, меня программа перенаправляет на соответствующий заклад. Вот что можно делать здесь и чем мы будем заниматься на курсе, помимо работы с элементарными настройками, хотя на самом деле их надо знать в обязательном порядке. Во многих случаях это нам с вами будет необходимо. Вот что мне сейчас выводит программа в отчете? Она мне выводит сведения сотрудники, его ИНН, СНИЛС и прочее. А если меня вот такой вариант отчета не устраивает? Например, мне абсолютно не нужны ИНН и СНИЛС. Тем более, если честно, у меня в учебной базе у одного человека только они введены. Вот дата рождения меня устроит, но у меня все сотрудники россияне, значит, ну не нужна мне страна гражданства и не нужен мне, например, юбилей. То есть, если я сейчас завершу редактирование и сформирую отчет, я должна получить вполне такой компактненький вариант. Получилось? Ага. Симпатичненький. Да, да, да. Ну, просто в редакции 2.5 там немножко все поярче за счет шрифтов и как-то так впечатление вау. На самом деле здесь много, очень много можно сделать. Ну, вот смотрю я на этот отчет и понимаю, что, конечно, все очень здорово, очень здорово. Ну, мне бы хотелось помимо адреса проживания еще, скажем, видеть паспортные данные сотрудника. Потом, зачем мне вот дата рождения она выводит и когда у человека будет день рождения. Информация сходная. Да. Ну, не два раза, смотрите. Дата рождения, вот человек родился в 90-м году, а день рождения она показывает, когда это будет ближайший день рождения у этого человека. Да, да, да. Ну, согласна. Значит, опять тогда мне придется отправиться, нажав кнопку «Еще», группа, команд, прочее, и сказать, что я хочу изменить вариант отчета. И опять же на закладочку «Поля». Потому что те колоночки, которые у нас отражаются в отчете, это как раз пресловутая закладка «Поля». Ну, так вот, день рождения мне абсолютно не нужен. Но всю информацию, которую я могу добавить, я вижу слева в панели «Доступные поля». Личные данные можно по плющику развернуть и в дальнейшем просто выбрать требуемое поле. Например, вот я сказала, мне не хватает паспортных данных. Потом, вот зачем мне вот этот день рождения? Мне было бы интереснее, если бы мне программа показала возраст того или иного сотрудника. Значит, необходимую мне позицию просто двойным щелчком можно выбрать. Ну, вот так вот. Или, кстати, пойти через кнопку «Добавить новое поле». Это будет то же самое. Кроме того, я сказала, что мне нужны паспортные данные. И посмотрите, там вот в нижней части есть группа удостоверения. Если я разверну, то увижу сведения о паспортных данных. Ну, например, у меня устроит представление. Ну, хотелось бы, чтобы она все расписала. И теперь, если я сохраню эти настройки и сформирую отчет, то он у меня уже будет иметь весьма другой вид. Как видите, мне программа высчитала возраст сотрудников. Она мне отражает их дату рождения, и она мне показывает их паспортные данные. И опять же, вот точно так же, как в редакции 2.5, вот если какой-то вариант сделали, и отчетливо понимаем, что он нам с вами в этой жизни еще пригодится, пригодится, то можем, можем с вами великолепнейшим образом этот вариант сохранить. Только делается это теперь через кнопку «Варианты отчета». Команда «Сохранить вариант отчета». По умолчанию она предлагает совершенно дивное название. Смотрите, я начала перенастраивать вариант отчета «Личные данные сотрудников». Она предлагает название отчета и слово «Копия». Да, но я все-таки немножко подкорректирую, скажу, что это с паспортными данными. Ну, тут совсем как, извиняюсь, совсем как-то неэстетично. А потом, вы представляете, если я вот таких вариантов могу сделать иное количество, то, в общем-то, чем мне это грозит, будет не очень комфортно копия 1, копия 2, копия 3. Я могу сразу, что очень удобно сделано, раньше это все надо было потом через сервис, например, делать. Вот в редакции 2.5. Ведь если я какой-то свой вариант отчета создаю, ну, скажем, самый простой вариант я там сейчас сохраню, просто чтобы напомнить. Значит, если я какой-то вариант свой делаю, ну, скажем, тест, вариант тест, то в дальнейшем, в дальнейшем определить доступ сотрудников и прочее, прочее, мне нужно идти в сервис, открывать, в частности, настройки отчетов, находить там этот свой вариант тест и дальше его открывать и определять, для какого пользователя он будет доступен. Ну, то есть это получается достаточно громоздко, много действий делать. А в третьей редакции, смотрите, как симпатично получается, я могу сразу определиться с названием, я могу сразу определиться с чем. Все сотрудники будут иметь доступ к этому варианту отчета или только я, любимые. Кроме того, если я сразу нажму кнопку «Сохранить», программа просто сохранит без всяких изысков, но здесь же есть волшебная кнопка «Далее», и я сразу могу четко определить, в каких разделах я хочу видеть этот отчет. Вот хочу его видеть в кадрах, причем в группе, в подгруппе «Штатное расписание», и я еще хочу, например, его видеть в зарплате, в подгруппе «Учет времени». Ну, здесь вот безотносительно. И, собственно, в дальнейшем я его просто сохраняю. Что мне это дает? Если я сейчас загляну в отчеты по зарплате, вот я сказала, что я его хочу видеть в подгруппе «Учет времени». Посмотрите, вот он у меня, этот отчет, личные данные сотрудников с паспортными данными. Ну, поскольку программу я обходила без имени и пароля, то автор не указан. Но точно так же в кадровых отчетах, в кадровых отчетах, если я сейчас вот заново открою кадровые отчеты, то здесь тоже, вот он, видите, я сказала, что хочу видеть там, где сведения по штатному, личные данные сотрудников с паспортными данными. То есть здесь очень комфортная возможность для создания какого-то собственного варианта отчета и его размещения, его размещения вот непосредственно, непосредственно в нужном разделе. Но при этом это далеко не все. Добавить колоночки, в общем-то, как-то каждый сможет. И я когда сказала, что меня интересуют паспортные данные, я, в общем-то, работая в программе, уже выбрала такой комфортный для меня вариант. Как видите, у меня отражается, что это и паспорт гражданина, и серия паспорта, и номер. А ведь можно сделать немножечко иначе. Можно сделать немножечко иначе. В частности, в частности, я могу точно так же, нажав кнопку «Еще прочее», сказать, что хочу изменить вариант отчета. заглянуть на закладку «Поля» и выбрать не представление, не представление, представление вообще отсюда удалю, а в личных данных, ведь удостоверение группа объектов, мне никто не мешает, просто заглянуть и по удостоверению сделать двойной щелчок. Ну, правда, сейчас вот, если я в таком виде оставлю, честно говоря, это будет... Да, 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 да. Это получится абсолютно верно, это получится не отчет, это будет кошмар всей моей жизни. Потому что она, смотрите, как все разносит. Удостоверение, период регистрации, представление, вид удостоверения, ну, как-то, ну, совсем очень получается громоздко. Очень. Но мы сейчас его легко приведем в божеский вид. То есть, в частности, опять же, изменяем вариант отчета. Изменяем вариант отчета. Так, я заодно просто отбор отключу, я показываю. И, ага, вот не нужны мне все поля, которые предлагает программа. Значит, я их убираю. Мне не нужен код МФТ, мне не нужно представление. А вот вид, паспорт гражданина Российской Федерации, да, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, номер серии. Но у нас с вами, еще скажем, мне не нужен срок действия. Ну, не нужен. Вот теперь, по крайней мере, он получится уже так немножко посимпатичнее. Но все равно не то. Вы обратите внимание, что получается. Заголовки столбцов, ну, мягко говоря, позорные. Видите, она пишет удостоверение вид, удостоверение дата. Да ужас какой-то. Хотелось бы, чтобы это как-то и называлось нормально. Что можно сделать? Можно опять же отправиться в изменение варианта отчета. И если название заголовок столбика не устраивает, то сделать, поменять название, указать какое-то свое, можно элементарно через правую клавишу мышки. То есть, если нажимаешь на позицию правой клавиши мыши, там есть команда установить заголовок. И, наверное, будет практичнее, если я просто-напросто для своих полей оставлю типовые названия, но уберу слово удостоверение. Служебное поле останется как есть, а у меня заголовочки столбиков на этот раз уже должны выглядеть абсолютно привычным образом для любого человека. Ведь если мой руководитель, например, не работает в 1С, это не значит, что он должен сидеть и вот гадать, а что же имелось в виду в том, под заголовком того или иного столбца. Служебные поля могут не отражаться. И посмотрите, насколько вот симпатичней становится мой отчетик. То есть у меня теперь есть столбец удостоверения, в котором показано, когда был зарегистрирован правильно, какой вид, дата выдачи, кем выдан и так далее. То есть уже как-то посимпатичнее. Что еще можно сделать вот именно с точки зрения работы над отчетом? На самом деле возможности у программы колоссальные. Ну вот в частности, в частности, обратите внимание, ну я вот взяла типовой вариант удостоверения, но мне же никто не мешал здесь какой-то свой заголовочек установить, например, сказать, что это у меня паспортные данные, паспортные данные ради бога, это мое личное дело. Ну еще период регистрации, например, уберу, просто чтобы было покомпактней. И посмотрите, что получается. У меня заголовочек, вот они, паспортные данные, вот он вид паспорта, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, серия, в общем-то, очень даже ничего. Но вот еще у меня есть два поля, например, есть поле дата рождения, есть возраст, и как-то они находятся далековато друг от друга, и вообще мне не нравится. Что я могу сделать? Я могу точно так же отправиться в изменение варианта отчета и определиться с этими полями. Ну, в первую очередь, если я хочу поменять место положения поля, ну, здесь стандартный абсолютно вариант, просто перетаскивается мышью. И в этом случае вот уже у меня табличка будет выглядеть как-то вот таким вот образом. Ну, если мне понадобится, я ведь могу любые поля объединять по тому же принципу, как вот когда я воспользовалась готовыми паспортными данными. Для этого, для этого, опять же, в изменении варианта отчета, в изменении варианта отчета, что от меня требуется сделать? Мне надо выделить те поля, которые я хочу объединить. Ну, например, я хочу дату рождения и возраст. Просто выделяется стандартно при нажатой клавиши Ctrl, Ctrl, держать, конечно, и мышка еще. То есть я выделяю нужные поля и нажимаю, вот она кнопочка, смотрите, сгруппировать поля. Сгруппировать поля. Вот она. Если у меня возникнет такая необходимость, вот я могу воспользоваться этой кнопкой. Кстати, точно так же это можно сделать через правую клавишу мыши. Сейчас, ну, надо дать ей подумать. Да, есть такое дело в нашей жизни. Стадия задумчивости, она имеет место быть. О, удумала. Удумала? Ну да, это есть такое дело. Ну, назвать, например, каким образом, скажем, это информация о возрасте. Ну, опять же, здесь название может быть абсолютно произвольное. Вот. И, собственно, теперь, если я сформирую отчет, то уже получится абсолютно другой вариант. Вот, смотрите, информация. Вот у меня дата рождения и возраст. Увидели? Причем, вот обратите внимание, здесь очень много, на самом деле, возможностей для пользователя. То есть, в частности, я же могу выбрать, как будет располагаться у меня. Горьба там горизонтально, вертикально, в отдельной колонке. Если меня все-таки этот вариант не устраивает, я всегда могу разгруппировать поля. Опять же, для того, чтобы, в общем-то, мне было комфортнее какой-то отчет сформировать. Но при этом, при этом, вы, наверное, обратили внимание, вот мне что не нравится визуально, но как-то заголовки, они все имеют выравнивание по левому краю. Угу, угу, ну как-то, ну совсем некрасивенько. Значит, тогда я могу воспользоваться чем? Есть закладочка, есть закладочка «Дополнительные настройки». Ну, здесь, смотрите, самое простое, что можно сделать, это выбрать вообще макет оформления. Ну, вот по умолчанию стоит черно-белый основной, но там можно провалиться и выбрать, например, «Море». Да, по-моему, симпатюшненько. Как-то вот он даже читается легче, да? Не, ну как-то, ну уже на истину похоже. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да, далее, то есть я могу вот таким образом пойти. Далее еще что можно сделать, но здесь надо учитывать, что, в общем-то, настройки задаются для конкретных полей. Смотрите, можно определиться, как будут располагаться итоги, как будут располагаться реквизиты по горизонтали. Увидели? Да-да-да. Если диаграмма, если диаграмма, то, соответственно, опять же, как будут располагаться основные вообще параметры диаграммы. Заголовок. У нас же с вами каждый отчет имеет свой заголовочек. Вот он, личные данные сотрудников. Но это не факт, что меня устроит именно такой заголовок отчета. Что для нас с вами актуально? Вот если мы с вами хотим, то можем через дополнительные настройки определить, в частности, как будут располагаться наши с вами поля. Вот они все. Да-да-да-да-да-да. В частности, как будут располагаться итоги, как будут располагаться поля группировок, как будут у нас с вами общие итоги располагаться, какие типы заголовок полей. Все это уже можно определить, используя дополнительные настройки, и получим мы уже абсолютно другой вариант отчета. Но при этом я вот сейчас оставлю, как есть, из каких соображений. Вот когда речь идет о каких-то отчетах, в общем-то для нас с вами весьма актуальна такая банальная вещь, что когда мы хотим подредактировать отчет вручную. Да хотим. Мало ли. Неважно по какой причине, в принудительном порядке хотим. Да. Что тогда мы с вами будем делать в этой жизни? Вот здесь опять же ничего особенного, просто немножечко убрать. Вот если мы с вами хотели в предыдущей редакции 2.5 подредактировать любой отчет, извините, то получалось, что требовалось сделать. Сначала открыть отчет, установить в любое место курсор. Только тогда в редакции 2.5 появлялся пункт меню таблица, вид редактирования. Да. И можно было уже писать все, что угодно. А как быть в редакции 3.0? Верите, нет, все то же самое. Только у нас с вами, ну вот опять же по аналогии с редакцией 2.5, пункт меню таблица появлялся где? В главном меню. Правильно же? Ага. А в редакции 3.0, напоминаю, главное меню присутствует, но оно спрятано вот где, левый верхний угол экрана. Есть такое дело? Конечно. Причем, если я не буду открывать какой-то отчет, вот посмотрите на мой экран, минуточку. Видите, тут нету пункта меню таблица. Угу. Если я вернусь в отчет, то у меня в главном меню появляется пункт меню таблица, дальше вид и дальше редактирование. Да. То есть ничего нового в этой жизни, и можем легким движением руки мы с вами исправлять все, что угодно. И точно так же, как и в редакции 2.5, мы с вами, если возникнет необходимость, можем, например, через пункт меню таблица сохранить этот вариант отчета, можем с вами его сохранить в тот же Excel, можем с вами сохранить формат PDF, то есть здесь опять же, опять же, нет никаких ограничений. К примеру, вот очень сильно мне захотелось вот это творчество сохранить в Excel. Неважно по каким причинам, но вот захотелось. Вот я теперь великолепным образом открываю Excel. Вот он мой отчет. Причем, обратите внимание, да, даже она подхватила форматирование. Прям, ну, красивенько, очень красивенько. Ну, а в Excel никого очень работать не надо. По сути, по сути, да, разница между отчетами есть. Каких-то отчетов все-таки в настоящий момент в редакции 3.0 не хватает. В частности, это, например, касается отпусков в редакции 2.5. Великолепный вариант – это отчет по отпускам. А в редакции 3.0 у нас есть отдельно остатки отпусков. Я могу посмотреть. И в редакции 3.0 я могу посмотреть отдельно фактически отпуска. Но благодаря вот возможностям настройки мне же никто не мешает сделать свой вариант отчета, в котором определится, какие поля мне нужно выводить. И не только то, что предусмотрено разработчиком, но и то, что я хочу сама. И получу некий аналог. Вот, собственно, весь тот курс, о котором я упомянула в начале вебинара, как раз и будет посвящен непосредственно всевозможным настройкам и созданием собственных вариантов отчета, что немаловажно. И поскольку в этой программе работает у нас с вами не только кадровик, не только расчетчик, то есть здесь у нас с вами с программой сталкиваются и сотрудники подразделения отдела кадров и бухгалтерии, администрации, то мы будем строить на курсе отчеты на основе отчетов разных разделов. То есть не только кадровых отчетов, но и на основе отчетов по зарплате. Потому что, да, есть, скажем, анализ, ход по начислениям отчет типовой, но это не означает, что он меня устроит. Вот у меня даже, видите, я вот открыла, у меня с экономией фото, мне программа показывает нормы, но зачем мне, например, смотрите, норма дни часы, отработанные дни часы. Я же могу, опять же, точно так же великолепным образом или через кнопку настройки, только сказать, что меня интересуют расширенные настройки, вот, и определить, какие поля мне требуется выводить в этой жизни, или через прочие изменить варианты отчета, соответственно, определиться с теми полями, которые я буду редактировать. И, в частности, например, экономия фото у меня пусть так и быть будет. А, скажем, норма по дням меня устроит, а по часам она мне не нужна. Никто мне не мешает, опять же, подкорректировать вот эту часть. И я еще, например, хочу дополнительно какую-то информацию вывести о том, какие были, скажем, начисления. Да, то есть, вот, сотрудник, начисление, подразделение, например, мне не нужно, должность мне не нужна. Вот, если я сейчас сформирую отчет, то он уже будет иметь несколько другой вид. При этом обратите внимание, вот в данном конкретном случае. Но, опять же, это стоило показать, пугаться этого не надо. Это, вот, кстати, с моей точки зрения, огромнейший плюс именно отчетов третьей редакции. Если некорректно я воспользовалась группировками, то программа просто-напросто выдает об этом предупреждение. Какие у меня тогда варианты? А это тоже немаловажно. В первую очередь я могу просто-напросто вернуться обратно в поля и убрать вот то поле, которое я добавила. Потому что я действительно сделала некорректно. Вот очень важно, когда выводится структура отчета, вот в верхней части, очень важно правильно установить курсор. Ведь в зависимости от того, какой я выбираю уровень структуры, программа мне и будет показывать варианты записей. Здесь очень важно поступить адекватно. Но если в предыдущей редакции можно было вот так вот случайно, экспериментами, не обратив внимания, что выделено, добраться до ситуации, когда отчет просто кардинально отказывался формироваться, то здесь, как видите, она дает предупреждение раз. Значит, кроме того, кроме того, когда мы с вами работаем, у нас же есть кнопка «Еще». И обратите внимание, всегда можно загрузить стандартный отчет. Ну и если я сейчас все-таки вот целенаправленно добью отчет, я, конечно, извиняюсь, но опять же это нужно показать. И все-таки я верну обратно вот это начисление. В общем, все верну обратно. Хотя с точки зрения работы, но я думаю, здесь понятно, подразделение, должность и начисление ничего общего между собой вот эти поля не имеют и иметь не будут. Попытки сформировать приводят к тому, что программа хотя бы не ругается. Но все-таки я же могу нажать кнопочку «Еще». Нажать кнопочку «Еще». Могу-могу. Запросто. И опять же прочее. И вот у меня, видите, команда «Стандартные настройки». И, соответственно, вот здесь вот при вариантах отчетов есть еще возможность выбирать настройки. То есть настройки мы имеем обыкновение «Сохранять». И когда какой-то вариант отчета создается, так, извините, я пойду по пути наименьшего сопротивления. Вот я сейчас могу отправиться, а мне надо вернуть вот это безобразие, убрать. Я могу отправиться обратно, а в данном случае проще закрыть не сохраняем. Ну, так вот, если нас с вами какие-то настройки не устраивает, либо наоборот хотим подстраховаться, вот когда мы начинаем работать с созданием своих вариантов отчетов, что мы можем с вами сделать? Вариант первый – это вот у нас есть типовой отчет. Мне никто не мешает нажать кнопочку «Еще», сказать прочее и сохранить вот эти настройки, ну, с именем «Стандартный», к примеру. Я же их тогда могу потом, если понадобится, загрузить в любой момент. Или второе – это тоже такая вот очень удобная практика. Я сформировала отчет, я его собираюсь приводить в тот вид, который меня устраивает. Я могу сохранить отдельно вариант отчета, назвать его, например, как бы там на уровне «Тест». Да, прямо вот здесь вот сохранить, и потом его совершенно спокойно примучивать, вот так, как мне удобно. При этом, что очень комфортно. У меня остается первозданный вариант, и, в общем-то, вот этот вариант, он тоже имеет право на существование. То есть, как видите, вот он у меня здесь появился. И если возникнет необходимость, если возникнет необходимость, у меня уже не будет такой вот лишней головной боли. Мало того, я не обязательно же остановлюсь на том варианте, который я предусмотрела там и сделала заранее. Я могу поступить немножко иначе. Я могу, в частности, с отчетом работать далеко не один день, и определяться с тем, какие поля. Но на самом деле, когда речь идет о полях, они же тоже отличаются. Ведь, по сути, да, вот у меня слева даже чисто визуально значки, обратите внимание, строчечка, ага, и есть вот зелененький такой вот параллелепипед, я бы сказала. Вот зелененький, тогда у нас с вами программа что-то подсчитывает. Что-то подсчитывает. И, исходя из этих соображений, даже и виды отчетов в программе есть разные. То есть, в частности, вот новая группировка, это большинство отчетов, вот когда мы с вами открываем первый столбик, вот что она мне сейчас отражает. Она мне отражает сотрудник, подразделение должности и какое начисление по этому сотруднику. То есть, оно у меня уже есть, кстати, вот это начисление. Но при этом, ведь если мне очень сильно захочется, я могу вот точно так же, если мне так вот понадобится, добавить сюда и диаграмму. Но только сказать, что будет выступать в качестве точек, например, диаграммы. Я могу точно так же добавить сюда еще и вложенный отчет. То есть, отчет в отчете у меня будет. Все это как раз мы и будем делать на курсе, для того, чтобы была возможность четко сориентироваться в отчете и четко сформировать его потом. Но исходя из тех соображений, как раз вот очень удобно для работы с каким-то вариантом, если мы хотим с вами его изменять, все-таки использовать непосредственную информацию, которую мы указываем. Ну, а в моем случае диаграмма вот абсолютно в данном случае не нужна. Если уж на то пошло, то никаких у меня вариантов здесь начислений просто не предусмотрено в том виде, как требуется. Но опять же, если я очень сильно захочу, я могу сказать, что вот у меня есть диаграмма, что вот у меня есть какие-то поля, что, так сейчас, для диаграммы, для диаграммы, например, мне очень хочется там начислено рублей. Ну, честно говоря, это будет тихо и сумасшествие. Вот. Но сейчас она подумает и покажет. Вот видите, начислено. То есть в данном случае, ну, я просто сделала простейший вариант диаграммы. Ага. Здесь скорее бы интереснее было смотреть не по начислению, а по виду расчета, но в учебной базе, которая у меня есть, тут никаких вот таких вот дюансов не предусмотрено, а просто вот, чтобы показать. Поэтому здесь у меня все кругом оплату по окладу. И, как видите, вариант диаграммы просто может быть не очень красивый. Но когда речь идет о каких-то расчетных данных, вы же помните, диаграмма считается наиболее наглядным способом представления информации. И когда речь идет непосредственно о тех же диаграммах, о тех же диаграммах, естественно, я могу какие-то там поля добавить дополнительно. В частности, вот как я уже сказала, здесь бы, конечно, вид расчета был бы поинтереснее. Но по поводу диаграммы, вот как раз, я могу определиться, какая она у меня будет. То есть вот все любят незабвенную там круговую диаграмму, а здесь вы посмотрите, какое количество видов диаграмм реально предусмотрено. То есть круговой, круговой. Я, конечно, могу ограничиться, но как-то маловато этого будет при тех возможностях программы, которые заложены. Да-да-да-да. И все это великолепнейшим образом, как я уже сказала, настраивается. Ну вот у нас в итоге будет такой небольшой курс, 8 часов, то есть вот курс в пределах одного дня в частности. Ну вот то, что ждет в этой жизни. На этом мы остановимся. В общем-то, я вкратце показала то, что нас с вами ждет. Ну и если говорить о том, что уже будет все-таки подробно на курсе, вот программа курса выглядит следующим образом. То есть рассматриваем подробную структуру отчетов, простую настройку с использованием стандартных вариантов, предусмотренных разработчикам, расширенную. А в дальнейшем вот создание всевозможных новых отборов, вывод дополнительных полей, добавление пользовательских полей. То есть, в общем-то, на самом деле, возможности у программы по отчетам колоссальнейшие. И мы с вами как раз этим и будем заниматься.